всем доброго времени суток дорогие друзья подписчики а также уважаемые гости канала вот уже второй год никак не хочет отпустить планету зараза которая сейчас по планете ходит несмотря на то что зараза нас не хочет пускать не хочет нас оставить в покое приходится как-то адаптироваться жить и и чтобы обезопасить себя и своих близких уже второй год подряд я вакцинируюсь как вам известно прививка состоит из двух доз в данном случае я говорю про прививку спутник ве я и в прошлом году вакцинировался в этом году тоже ревакцинировался и как вы тоже надо многие знаете от врачей есть рекомендации не употреблять алкоголь какое-то время до прививки какое-то время после прививки но здесь как бы до мнения врачей расходятся кто-то говорит два-три дня кто-то говорит неделю кто-то говорит там больше меньше поскольку в прошлом году прививка была естественно экспериментальный для меня я решил перестраховаться и не употреблял алкоголь до первой дозы после второй дозы и в промежутке между дозами соответственно это получилось пять недель и на самом деле ничего это плохого не вижу то есть я со многими делюсь этим так сказать советом делюсь своим опытом многие меня осуждают как так зачем-то почему ты не пил да ты что как бы я для себя вывел такую формулу и весь прошлый год я неоднократно сдавал тест на антитела антитела были достаточно высоком уровне никаких проблем со здоровьем я слава богу не испытывал и конечно же в этом году я хотел бы той же формула придержаться и решил так сказать устроить для себя пять недель трезвости в принципе для организма будет как бы полезно да по особенно после январских праздников я вакцинировался первым компонентом в принципе как и в прошлом году через неделю после январских праздников а как вы сами знаете на январских праздниках многие люди употребляют алкоголь и употребляют его разных количествах очень часто я за рулем на январских праздниках поэтому алкогол употребление алкоголя крайне умеренно но тем не менее никому не помешает такая очистка такой некий detox и собственно говоря в связи с этим алкогольное пиво я не покупаю эти дни и решил протестировать пиво безалкогольное понимаю что многие скажут что это не пиво что это пить невозможно как у меня отношения свое безалкогольному пиву понятное дело что вкус у него отличается очень сильно там это по многим причинам но тем не менее иногда тоже пиво хочется выпить особенно когда-то за рулем например хочется выпить пиво но как вы многие знаете за руль нетрезвом виде садиться в россии нельзя ну и также вот вторая причина да например вот как раз таки вакцинация по традиции пойдем в том порядке в котором продукции сейчас представлена на моей барной стойке если кто забыл то мы сейчас находимся на канале дроби к лайф рубрика чё по пенному и первый экземпляр у нас это пиво бэкс бэкс блю но алкоголик и у нас получается импорт да это у нас импорт немецкого производства его по этикетке что сказать здесь можно ничем не удивляет то есть обычная совершенно как бы дайте кетка масс-бренд целом известное достаточно пиво и пожалуй на скромные 6 баллов и оцениваю дизайн этикетки пробочку аккуратно снимаю что я собираю их ну цвет на самом деле будет у всех примерно одинаковые я так полагаю да все-таки такая вода солодовая водичка с наверно с таким с привкусом хмельным конкретно зацветует такой ну близкий к такому к лагеру таком прям совсем совсем светлому до цвет пожалуй на 6 баллов тоже оценю то есть такой бледноватый когда как вот очень такой похож на низкого качества пива но это опять таки это практически всех сортов безалкогольного пива касается как бы есть там такие более есть что-то лучше что-то хуже мы посмотрим как бы да сейчас мы видим пока такой цвет я его оцениваю на 6 баллов как будешь поставить могу по аромату на самом деле тоже сразу чувствуется что это пиво безалкогольная то есть у него своеобразный такой аромат и большому счету я там 99 процентов отличу по аромату алкогольное пиво безалкогольного ну да действительно шестерка выше просто рука не поднимется поставить кстати по вкусу он по вкусу кстати очень даже неплохое вкус здесь немного не характерных для безалкогольного пива один из признанных лидеров да в мире среди безалкогольного пива клаус хеллер когда он у меня будет в следующем выпуске будет два выпуска про безалкогольное пиво возможно будет еще что-то если что-то найду но вот ближайших магазинах только такое пиво я смог отыскать безалкогольное и на самом деле все это пиво я покупал в самокате в магазине самокат и все она где-то около 100 рублей стоило за исключением жигули там жигули по 55 рублей стоили на самом деле я приятно удивлен потому что я почему заговорил про клаус хеллер а вот именно вот считается как был его вкус такой из масс-бренда максимально приближен именно вот к нормальному к обычному пиву но здесь вот это явный конкурент для меня на данный момент и действительно мне вот и на вкус куда вкус я пожалуй вот если мы берем иным безалкогольное пиво то вкус я даже на 8 баллов готов оценить действительно очень достойно приятно как бы нет не отвратительно да как вот как обычно такое безалкогольное пиво она бывает либо никакое либо отвратительное но здесь вот она не отвращение не вызывает действительно это можно пить весьма приятный напиток следующим пивом у нас идет жигули барная производит его мвк даже гули барная безалкогольная честно такой ни разу не бэкс ни разу не пробовал тоже ни разу не пробовал ну пожалуй ну бат я только пробовал из этого так ничего не пробовал до этого так 55 рублей она стоила самокате по дизайну банки все жигули в банках вот примерно в таком же дизайне исполнено такое немного куда я в советском союзе особо не жил да так чуть-чуть застал но вот такой советский такой шрифт от советских фильмов часто встречается под ассоциируется у меня когда вот такой шрифт и я там в одном из выпусков говорил что с такими советскими фильмами горячо мною любимыми и вот пожалуй только за это 7 баллов поставлю дизайнером компанией мпк кстати говоря цвету этого пива гораздо интереснее чем у того же бэкса и если я за бэкс поставил 6 баллов за цвет то здесь готов уверенно 7 баллов поставить ну здесь вот это тоже прям здесь аромат даже чуть хуже чем у бэкса пожалуй даже 5 баллов поставлю он прям такой ярко выраженный аромат безалкогольного пива он меня как бы ассоциируется с чем вообще я люблю готовить да как вы наверно могли заметить по контенту на моем канале и у меня достаточно много рецептов есть с пивом да то есть есть супы на пиве там какие-то там гулеши там всякий но в общем много различных рецептов есть на пиве и вот в процессе готовки в процессе кипения пиво выкипает и вот собственно говоря вот такой аромат него образуется и вот когда для меня это такой прям характерный такой показатель да то есть если чувствую такой запах значит это пиво безалкогольный конкретно вот в жигулях прям очень прям очень ярко выраженный аромат вот этот эффект поэтому даже пятерку поставлю мне кажется это вообще за всю историю пум первая пятерка ну как есть чисто свое мнение высказываю из представителей безалкогольного пива это не самое отвратное пиво которое пробовал но все равно выше выше шести баллов и поставить не могу такой у него прям очень ярко сладковатый вкус такой вот прям чисто кипяченое такое пиво его сварили прокипятили весь хмель вышел его загазировали собственно говоря вот ты безалкогольное пиво получилось следом у нас идет пиво stella artois non-alcoholic премиум лагер бир так приз до производства у нас в клину это производство по контракту производят его в клину банка кстати интересная достаточно как бы на 7 баллов пожалуй оценю дизайн мне он такой такая цветовая палитра достаточно как бы да такая интересная целом мне нравится такой стиль диакеток так но здесь цвет на самом деле вот нечто среднее на между как бы даже гулями и бэксом все-таки мне кажется что жигули такой поинтересней цвет такой более янтарный здесь он хоть совсем такой бледный поэтому тоже шестерку поставлю как и бэксом ну и принципе моя гипотеза она оказалась верной да то есть она примерно одинакового оттенка куда все это пиво безалкогольное к есть как бы еще и не фильтрованные сорта безалкогольные до них мы тоже доберемся но вот конкретно сегодня мы как бы такой псевдо лагер как подоправа пробуем да такой а безалкогольный лагер так скажем кстати вот насчет аромата аромат очень похож на аромат бэкса и пожалуй тоже на 7 баллов оценю аромат стелла артуа очень такой приятный даже пожалуй на 8 вот честно говоря вот здесь тут можно даже спутать на самом деле вот аромат действительно как даже у обычного алкогольного пива а вкус кстати говоря тоже приятно удивляет даже повкуснее на самом деле даже получше чем у бэкса то есть он такой вот максимально приближен на максимально приближен к классическому лагеру поэтому ценю-ка я вкус стелла артуа на девятку в первый раз я его пробую и вот вот сейчас уже стелла артуа вырывается на первое место то есть действительно как вот именно вкус прям максимально похож на классический лагер как вкус так и аромат прям действительно приятно пьется после вкусе такое классическое пивное как от лагера никакой сладости действительно неплохое безалкогольное пиво получилось ну и собственно говоря финалист нашего сегодняшнего выпуска это пиво под безалкогольное производство у него тоже собственно на том же заводе что и стелла артуа возможно что-то будет похожее посмотрим по дизайну банки как ну он узнаваемый то есть это такая как уже очень узнаваемая марка достаточно известный бренд во всем мире я думаю что 7 баллов вполне себе дизайн такой как бы заслуживает ну здесь как бы до сходу начинает удивлять как бы тут цвет совсем не практически близок к воде такому даже ну к сидру до близок даже ну ладно не буду как бы совсем обижать к сидру очень близок поэтому тут за цвет пятерка куда больше вообще рука не поднимается поставить аромат на самом деле вот один один жигули то есть да уже были при этом 155 рублей аромат тоже как и жигули на пятерку оценю но принципе ожидаемо что и вкус один в один даже не могу сказать что из этого лучше что хуже пожалуй наверное даже жигули чем-то может быть даже вкуснее были чем конкретно этот бат на самом деле прям прям вообще неприятно даже очень находит своеобразный напиток поэтому на 5 баллов этот вкус оцениваю ну к сожалению как есть то есть ничего не могу сказать как 5 баллов выше просто это рука не поднимется ну что дорогие друзья подписчики и гости канала подошел к концу наш такой нестандартный выпуск такой экспериментальный да в том плане что мы пробовали безалкогольное пиво очень приятно удивилась тела артуа если станет вопрос именно купить безалкогольное пиво по каким-то причинам то обязательно буду искать его если не найду его то постараюсь найти бэкс а пока для меня это вот такой так скажем рейтинг эти два пива жигули и бат откровенно не зашли бат даже еще как мне показалось еще хуже чем жигули оказался и как раз таки пробую такие варианты пива вот как раз возникает вопрос а зачем вообще безалкогольное пиво пить много других напитков да более вкусных вот это прям бат прям откровенно даже вот честно даже допивать не стал но как альтернатива как бы да по каким-то причинам если вот приходится пиво безалкогольное пить то вот как раз рекомендую стеллу и бэкс советовать вакцинироваться конечно же я не имею права от себя скажу что я вакцинировался и не жалею прошлый год я провел в строю никаких симптомов ничего даже такого не было и безусловно я этому очень рад и собственно говоря и тут уже выбор за вами вам хочу пожелать крепкого здоровья да что все таки неважно вакцинировались вы или нет чтобы и это зараза вас обошла и другие заразы вас тоже обходили стороной удачи вам во всем большое вам спасибо за просмотр за оценку за комментарий до новых встреч удачи 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 удачи